Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Антон Мартынов, я профессиональный фотограф, ретушер, а также в прошлом специалист по компьютерной графике, в которой я занимался самыми разными вещами, от создания 3D-моделей, анимации до композинга, да и создания уже конечного результата. Предлагаю вам посмотреть на новый курс, который мы сейчас начинаем, называется нейросети для фотографов, где я попытался объединить все основные направления, которые помогли бы фотографу сделать свою работу лучше. Ведь не секрет, что фотограф сейчас должен уметь многое, он должен не только уметь хорошо фотографировать, он должен еще и понимать, как это будет отретушировано, а в идеале еще самому он хорошо бы отретушировать свои работы, ну и, конечно же, использовать все современные технологии, как я уже говорил, начиная от 3D и заканчивая композингом. Все это нам сейчас предлагают нейросети в том или ином виде, что-то больше, что-то меньше, и поэтому появился такой курс, который предполагает использовать все навыки и все возможности, которые дает нейросети для облегчения работы фотографа и для того, чтобы создать фотографические работы лучше, круче, качественнее и так далее. Постарался собрать все основные инструменты, которые позволяют делать от стилизации изображений, то есть, когда у вас есть какая-то картинка сфотографирована, и мы ее превращаем во что-то похожее на рисунок, живопись или тот же самый 3D, или просто стилизуем под разных авторов, под разных стилей, под разных фотографов. Работы тоже можно стилизовать, ну и заканчивая там каким-то глубокой ретушью, переработкой всего изображения, создание на основе этого изображения чего-то нового, чего-то своего, ну и вот все, вот такие вот вещи в этом курсе присутствуют. Всего планируемые 7 занятий, это величина может меняться, она может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, но скорее всего в большую сторону, да, потому что технологии постоянно пребывают новые, ну и хочется как бы, чтобы тоже были использованы, чтобы они были задействованы, и поэтому у нас есть 7 занятий по основным жанрам, по основным направлениям, и тоже будем рассматривать вот стоковые фотографии, предметные фотографии, портретные фотографии, что там можно сделать, как можно улучшить свою картинку, как ее можно переработать, как можно сделать вообще генерацию, чтобы она была слабо отличима от фотографии, ну или не отличима от фотографии, да, и как добиваться фотографических результатов при помощи нейросети. После каждого занятия будет домашнее задание, в этом домашнем задании нужно будет практиковаться в тех навыках, которые мы будем на занятии рассматривать, исследовать, да, и, соответственно, вы тоже будете практиковаться и в стоковые фотографии, или в воспроизведении, или в улучшении ее, и в ретуши фотографии доработки, обработки и так далее, и в предметные фотографии с заменом фона, там, с перегенерацией изображений, ну и так далее, там, подробно. Подробную программу вы можете увидеть на странице курса, вы можете туда зайти, там все это обычно мы публикуем, показываем, ну и также рассказываем, что к чему и зачем, и почему. Вот, но если кратко, то задача этого курса состоит в том, чтобы фотографам, практикующим, которые недавно практиковали и закончили, например, свою фотографическую деятельность, и хотели бы заняться чем-то другим, или которые сейчас снимают, или которые собираются только стать фотографом, дать набор инструментов, которые помогут им выполнить работу лучше, качественнее, быстрее и более конкурентно способно в мир современных технологий, да, которые у нас подразумевают наличие большого количества генеративных инструментов, которые уже стали, ну, таким стандартом де-факто для любого типа изображения, поэтому вот наша задача, эти инструменты плавно включить в воркфлоу фотографа, как я говорил, начинающего, продолжающего и даже закончившего, который ищет какие-то новые свои применения и таланты, вот, и для этих людей дать новый инструментарий и помочь с этим инструментарием сделать свою работу более креативной, более сложной и более интересной для зрителя. Вот такие задачи, вот такой курс, ну и надеюсь, что вы придете, и мы с вами будем изучать все эти инструменты, будем пробовать, экспериментировать, творить, и надеюсь, что у нас получится что-то интересное. Приходите, буду рад вас видеть.